Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Челна ТВ. С вами Эльмира Гаинудинова. Сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Грипп наступает. Опасен ли он для детского организма и какие меры нужно предпринять, узнала Лилия Агатина. Массовые жалобы в социальных сетях. Челницы негодуют. Почему на территории для зимних катаний нет общественных туалетов и раздевалок? В проблеме разбиралась Христина Балабанова. Мультидисциплинарная бригада спешит на помощь. Ветераны Великой Отечественной войны могут рассчитывать на бесплатную домашнюю диспансеризацию от медработников в госпитале для ветеранов-воин. Подробности в материале Эльмира Гаинудиновой. Сказочный город, волшебные огоньки. В набережных Челнах начали украшать улицы к Новому году. Подробнее в материале Озелишей Мухаметовой. В набережных Челнах открылся зимний сезон, но в социальных сетях появилось немало жалоб от любителей лыжного спорта. Они недовольны тем, что на территории парка Прибрежной нет общественных туалетов и комфортных условий, чтобы переодеться. В проблеме попыталась разобраться моя коллега Христина Балабанова. Геннадий Перминов увлекается лыжами с детства, поэтому каждую зиму его можно встретить в парке Прибрежном. По словам мужчины, трасса для спортсменов хорошая. Но вот комфортных условий для переодевания нет. Кто-то приезжает, надо переобуться, переодеться. Такого нет здесь. Но гораздо остро стоит вопрос с общественными туалетами. В парке их нет. Здесь, наверное, один туалет на весь парк. Ну там еще строят, а на набережной закрыты вот были. Это вот душ. Она сейчас закрыта. Это туалетик. На территории парка Прибрежной есть раздевалки. Одна из них принадлежит спортивной школе «Титан». Но ею могут воспользоваться только воспитанники. Председатель лыжного любительского спорта признается, что помещение маленькое и узкое. Когда спортсмены заходят, в каждой раздевалке 10 человек. И то уже очень плохо, когда у нас проводится спортивная школа «Титан» проводит соревнования, когда участников около 200 человек, 250 человек. То здесь невозможно зайти, даже стоять невозможно. А вот руководитель Центра культуры Козелтау нам пояснил, что в парке Прибрежном круглогодично отдыхает огромное количество челнинцев. Из-за того, что парк не имеет общественного туалета, жители города вынуждены пользоваться уборными Центра культуры. Так как у нас в Центре культуры занимаются дети, взрослые, пенсионеры, и большая часть из них – это несовершеннолетние дети, у нас действует пропускной режим. Когда человек заходит в наше здание, сотрудник ЧОПа останавливает его и спрашивает, куда он направляется. Это вызывает огромное возмущение жителей, но мы должны обеспечить безопасность людей, которые у нас занимаются. Пропускной режим в Центре усилен, но он по-прежнему принимает посетителей. Лыжный сезон только открылся, а простудные заболевания не сбавляют оборотов. В одном из выпусков мы рассказывали о том, что в набережных Челнах зафиксированы первые случаи гриппа, в том числе и свиного. В группе риска оказались люди пожилого возраста, а также дети. Как можно обезопасить ребенка? Об этом более подробно расскажет моя коллега Лилия Гатина. Алиса Анмин Ахметова – мама годовала Рианы. По словам Челнинки, она всегда старается вовремя ставить прививки. Считает, что у такой меры профилактики минусов нет. Все прививки делаем вовремя, стараемся ходить, чтобы не заболеть, тем более сейчас зима. Вакцинация помогает сохранить здоровье, уверена и мама Элари. И нам делали. Я понимаю, что многие мамочки сейчас, конечно, против, но это мы берем на себя ответственность, поэтому я положительно к этому отношусь. Декабрь уже наступил, но еще можно успеть поставить прививку от гриппа, говорят медики. Именно в это время начинает расти заболеваемость ОРВИ. Медики напоминают группу риска, относятся лица старше 60 лет, также граждане с хроническими заболеваниями, в том числе дети также дошкольного и школьного возраста. Поэтому врачи еще раз напоминают о вакцинации не только взрослых, но и, конечно же, и детей. Грипп опасен как для взрослого, так и для детского организма, отмечают медики. Кроме того, на фоне перенесенного заболевания у детей могут возникнуть осложнения. Поражение центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вплоть до инвалидности или летального исхода, предупреждают врачи. У нас в поликлинике имеется вакцина от гриппа, ультрекспатрия в достаточном количестве. Данная вакцина рекомендуется уже детям 6-месячного возраста. 6 месяцев до 3 лет она проводится двукратно, с интервалом 1 месяц. После 3 лет вакцина вводится однократно. Уже защитные титры антител формируются через 12 дней. То есть уже вакцина через 12 дней начинает работать и защищает ребенка от инфекции. Сделать прививку от гриппа детям можно во всех детских поликлиниках, а также в детских садах и школах города. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. Медосмотр с выездом на дом. Ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, толовики, бывшие узники и концлагерей могут рассчитывать на домашнюю диспансеризацию. Все медицинские организации при необходимости проводят выездную диспансеризацию. Что она собой представляет в нашем материале. Муфтах Нурдинов гостям всегда рад. Ему 96 лет. Но он до сих пор еще бодр, весел и энергичен. По словам бывшего фронтовика, ему было всего 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Тогда был тыловиком. А через два года его призвали. После шестимесячной подготовки был направлен на Белорусский фронт. По его словам, страшное время. Но надо было идти только вперед и не шагу назад. Мы защищаем свою интересную родину от фашистской Германии. Это мы должны обязаны. А смерти не думаешь. Только за победу, за победу, чтобы мы от фашистской Германии гнали. Мы защищали это от нашей земли. Муфтах Нурдинов участвовал в освобождении Югославии, Венгрии, Румынии, Чехословакии. Но те страшные годы закалили его уверены медработники. Он находится в относительно здоровом состоянии. Естественно, не без своих возрастных изменений. Но это большая часть, что ветераны Великой Отечественной доверяют нам свое собственное здоровье. Доверяют нам как врачам свое лечение и в ведении своей медицинской службы. На домашнюю диспансеризацию отводится от 20 минут. А состав медработников может быть разным. Так Муфтаха Нурдинова посетили невролог, терапевт и медсестра. После того, как медосмотр прошел, ветераны Великой Отечественной войны поют для медработников в госпитале для ветеранов войн. Также бывшие фронтовики-толовики при необходимости получают направление в стационар. Лечатся они в госпитале для ветеранов войн. Альмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. Декада людей с ограниченными возможностями здоровья стартовала. Международный день инвалидов в России отмечается 3 декабря. В Челнах, как и по всей стране, проводятся различные мероприятия для привлечения внимания к проблемам особенных людей. С челнинскими спортсменами-инвалидами встретилась моя коллега Христина Балабанова. Жизнь никогда не поздно! Августа Беляева пришла в спорт после того, как получила инвалидность. В группе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья занимается уже четвертый год. По словам женщины, ребята с удовольствием посещают группу, потому что чувствуют себя тут равными. У спортсменов-инвалидов у них больше мотивация. И инвалидам некоторым не хватает не просто спортивной подготовки, просто человеческого общения не хватает. Поэтому приходим сюда. Челнинские спортсмены-инвалиды гордятся достижениями друг друга. Почти каждый из них достиг успеха в спорте. Фанис Наринзинов за 16 лет своей спортивной карьеры достиг чемпионского звания не только России, но и Европы и мира по армрестлингу. Вот мероприятие проводится у нас декады инвалидов каждый год. И участвуем, маленькие тренировки, друг друга видимся, общаемся. Ну, спасибо городу, что организуют такие мероприятия. С помощью декады администрация города привлекает внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Изменение устоявшегося мнения об инвалидах как людях неполноценно и неспособных к жизни в современном обществе. Очередное напоминание обществу о необходимости постоянного внимания к ним. Время декады в Набежных Челнах пройдут как спортивные, так и развлекательные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челна ТВ. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Скоро в кинотеатрах. Совместный проект Татарстана и Казахстана. Фильм «Тарлан». По мотивам книги «Алмачуар» на экранах в декабре. Требуются водители-экспедиторы категории «С», водители на «ДАФы» категории «Е», грузчики. Телефон 8-919-626-3070. Откройте вклад в Акбарс-банки и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3 тысячи рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru Автобаза 48 набирает водителей категории «С». Звоните. 8-999-16-99-234. Женщины слишком долго помнят неподаренные розы. Закажи незабываемый букет в магазине «Цветочный дом». Наш адрес. Проспект Мусы Джалиля, 46Б. Остановка ДК «Энергетик». Мы работаем круглосуточно. Будет тепло тем, кто шубу имеет. Шуба надежная зимой. Согрей. Распродаж шуб в ТЦ на Пушкинской. Меняем старую шубу на новую. С 1 по 15 декабря ТЦ на Пушкинской. Второй этаж. Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ. И мы продолжаем. Иллюминации, световые фигуры, украшения елок. До Нового года остается всего месяц. Набережная Челна уже вовсю готовится к предстоящему празднику. Устанавливают и украшают елки. Вешают гирлянды. Как еще преобразится город, подробно расскажет Айзеляша и Мухаметова. Изюминкой празднования Нового года, как и прежде, будет площадь Азатлык. Главная городская елка уже установлена. Рабочие заканчивают ее украшать. В этом году новогоднюю красавицу дополнят гирляндами для эффекта светового купола. Здесь постараются воссоздать сказочный балмаскарад. Появятся фигуры дам и кавалеров в пышных нарядах, музыкальных инструментах, порхающих, балерин. Не обойдут стороной и символ наступающего года. Фигуру кролика установят на пересечении световых тоннелей. Я очень люблю, как украшают наш город. Особенно вот эту центральную часть. Очень поднимается настроение. Здесь всегда очень много молодежи. Последние несколько лет замечается, что обновляется каждый раз вот это новогоднее украшение. Композиции новые появляются, интересные какие-то необычные вещи. От украшения города хочется яркости, света, хочется праздника и ощущения чуда, как в детстве. Меняются на глазах и проспекты города. Гирляндами украшаются яблоней на разделительной полосе. Также появились и световые консоли, снежинки, новогодние шары и часы без пяти минут двенадцать. Также планируют украсть морозными узорами арку на улице центральная. И световой диетом и новое транспортное кольцо. На пересечении проспектов установлены консоли в виде герба города. Уличные украшения в виде хрустальных переливающихся искрами бутонов тюльпана будут установлены на проспекте Мусы Джалиля в районе скульптуры «Родина-мать» и на пересечении улиц Хасана Туфана и Сюмбике. Также продолжают заливать катки. На площади Азатлык работа кипит. Нужно не только подготовить лёд, но и украсть сам каток. Его планируют оформить в ретро-стиле. Также установят знаки зодиака и детские аттракционы. Открытие главной ёлки города запланировано на 17 декабря. Азеля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Дан старт подготовки к встрече Нового года. Набережные Челны становятся всё краше, зажигаются огоньки. Мы решили узнать в наших социальных сетях, украшают ли челнинцы свой дом. 73% опрошенных полагают, что ещё рано, ведь только первый день зимы. 11% отметили, что не собираются отмечать Новый год. 7% респондентов уже поставили ёлку и даже успели украсить зелёную красавицу. Такое же количество отказались от хвойного дерева, но украсили свой дом гирляндами и шариками. Вы также можете принять участие в вопросах, которые мы публикуем ежедневно в наших социальных сетях. Труппа Татарского драматического театра готовит серию поэтических документальных постановок «Тут такое дело». Они посвящены творчеству и судьбе поэтов. Порой непростое и трагическое. На этот раз зрители познакомятся с Фатихом Каримом. В закулисье побывала моя коллега Лилия Гатина. В спектакле отображена трагическая, но в то же время восхитительная судьба Фатыха Карима. Его творчество – это наследие, рождённое в окопах под свист пуль и взрыв снарядов. Благодаря любви и преданности супруги Кадрии Ишкуловой, творчество и имя Фатыха Карима обрело почёт и бессмертие в сердцах людей. Образ этого поэта очень трагичное, сложное и идеологическое. И всё это воплотить, конечно, было сложно, но мы постарались. Не знаю, получилось нет, но в течение часа вся судьба автора на сцене. Роль Кадрии – это супруга Фатыха Карима, врага народа того времени. На самом деле спектакль, мне кажется, откликается и на сегодняшний день, потому что есть моменты, когда уезжают из нашей страны, так скажем, предают нашу родину. Но тут немножко другое. Тут несправедливость. И жена супруга помогает добиться. Проект «Тут такое дело» организован в рамках театральной педагогики для молодого поколения города. Вторую постановку впервые режиссируют актёры Татарского драматического театра – Зульфия Галиулина и Ферду Сафин. На данный момент сейчас мы работаем над второй серией про Фатыха Карима. Дальше будет «После Нового года» Хады Таташ. И к Новому году театр обещает детскую сказку для наших юных зрителей по пьесе «Туфана Мирнулина», «Аулы Т. Акбай», «Деревенский пёс Акбай». Следующим на очереди в серии постановок «Тут такое дело» будет спектакль о жизни и творчестве поэта Хадид Акташа. Его покажут челнинцам на сцене Татарского драматического театра после Нового года. Алилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. К теме спорта. Челнинские синхронистки стали победителями и призерами Кубка России. Соревнования проходили в Калининграде и собрали лучших спортсменов со всей страны. А их было, к слову, более 200. С участниками и представителями сборной республики встретила съемочная группа телеканала «Челны ТВ». Теперь микс-дуэт – это визитная карточка Челнов и в целом Татарстана. На соревнованиях Александра Лемасова и Артур Коршунов представили две программы – «Свидание» и «Безответная любовь». Мне больше нравится произвольная программа, потому что я ее дольше работаю, она более чистая. Мне нравятся все программы. Микс-дуэт просто немного необычный. В нашем спорте мало мальчиков, поэтому мне нравится работать, микс-дуэт. А парни приходят в синхронное плавание и спортивное. Четыре года назад свой выбор сделал Артур Коршунов, а спустя два года – Владимир Першин. Я пришла в синхронное плавание и спортивное плавание. Мне уже наскучило плавать от бортика до бортика и захотелось что-то поинтереснее. Мы уже второй год вместе делаем дуэт. Ну, сначала было тяжело, но уже привыкли. Успех челненских синхронистов кроется не только в сложности программы. В них верят тренеры, да и сами спортсмены понимают друг друга с полуслова. Дуэти мы состоим очень давно, очень много раз выступали. Конфликтов нет, стараемся всегда поддерживать друг друга, понимать друг друга. Челненские синхронистки, которые входят в состав сборной Татарстана, составляют серьезную конкуренцию спортсменам из Москвы и Санкт-Петербурга. Наше выступление я оцениваю на максимально хороший балл. Мы постарались, мы собрались. Очень много было труда и нервов, сил вложено в эту работу. У нас были тренировки с утра до вечера. Мы находились в бассейне и в зале, отрабатывали программы. Смогли завоевать максимальное количество медалей. Это 14 медалей. Из них три золотые, серебряные и бронзовые медали. Такое количество медалей Республика Татарстан в команде никогда не занимала. Это самый большой медальный зачет за последнее время. Самое время побить свой рекорд. Сейчас синхронисты готовятся к первенству Республики. Соревнования пройдут с 1 по 5 декабря в Челнах. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. На этом у меня все. До новых встреч на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова